НАТО готовит экстренную эвакуацию Зеленского, пишут западные СМИ. А Кадыров требует от Зеленского срочно сдаться российской стороне. При этом сам Зеленский постоянно заявляет, что сопротивление прекращать не намерен. Хотя выглядит он предельно уставшим и измождённым. Уже вторую неделю требует от НАТО закрыть небо над Украиной. НАТО закрывать небо упорно отказывается. Из-за боязни прямого столкновения с российской армией. Зеленский вынужден даже давить на руководство США, Евросоюза и НАТО. утверждая, что Россия продолжает уничтожать всю военную инфраструктуру Украины. И что теперь из-за отказа закрывать небо, вся вина за последующие жертвы на Украине лежит на западных странах. При этом на фоне грозы полного окружения Киева российскими войсками США и Британия подготовили 250 морских пехотинцев и спецназовцев для экстренной эвакуации Зеленского. Чтобы он не попал в плен российским войскам, как попал в плен американским войскам Саддам Хусейн. Однако Зеленский от эвакуации отказался, все ещё веря в то, что ситуацию на фронте удастся переломить. На этом фоне известная российская журналистка Надежда Киваркова пишет, что Запад фактически бросил украинский народ под гусеницы танков. И приносит украинский народ в жертву новому разделу мира между западным блоком и российско-китайским блоком. Субтитры создавал DimaTorzok